КОНЕЦ Вот, кажется, едут. Едут. Что это со мной похолоделось? Еду в самом деле. Пойдем встречать. В гордом человеке в вашем смысле есть что-то мистическое. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги. И за деньги русака немцы афранцузят. Без вишневого сада я не понимаю в своей жизни. Если уж так нужно продавать, но продавайте меня вместе с садом. КОНЕЦ Где читали? О них только в романах пишут. На деле же их нет совсем. Есть грязь, пошлость. Приехали! Парень моя приехала! Дождался! КОНЕЦ А… А! Чехов и юбилей, я думаю, слова-антиподы. Нет ничего более противоположного, чем Чехов, и торжество какое-то, чем торжественное собрание по поводу столько-то летия. Но, тем не менее, 130 лет исполняется в эти дни со дня рождения Чехова в Таганроге, в пыльном, захудалом, провинциальном. Родился этот мальчик, которого мы вот уже сто с лишним лет вспоминаем, которого читаем, о котором думаем. Ну, Чехова у нас знают все. Я не могу сказать, что любят все. Но самые важные его сочинения, самые знаменитые «Дама с собачкой», «Учитель словесности» или пьесы «Чайка», «Три сестры». Кто же не видел или не слыхал хотя бы о них, ну, разве что ленивый. Ну, не о том сейчас речь. Мне кажется, что есть такой знакомый Чехов. Попробуем говорить о Чехове гораздо менее знакомым. У Белинского когда-то было такое занятное выражение о литературных героях. Чехов как знакомый незнакомец. Так вот, Чехов как знакомый незнакомец. И вот я должен вам сказать, что иногда Чехова раскроешь и подивишься. Он как будто бы здесь рядом присутствует и с нами разговаривает. Вот, например. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев. Если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой мы так много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы, что с нею делать. И тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах, в шпионстве и пристрастии к рублю и запугивать общество уверениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы. Ничего. Ничего. А запугивать общество, как мы это делаем теперь и будем делать, значит отнимать у него бодрость. То есть прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла. И я думал так же, что прежде чем заблестит заря новой жизни, мы обратимся в зловещих старух и стариков и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустим в нее клеветою. Вот как Овчехов. Вовсе не такой, знаете ли, мягкий, деликатный, скромный. Есть такой штамп впечатления об этом писателе. Он может быть и очень жестким, очень решительным, резким. В свое время выходило собрание сочинений Чехова. Первое такое большое собрание сочинений, которое редактировал критик Ермилов, прославившийся с недоброй стороны во многих отношениях. В сталинские времена, и должен вам сказать, что в этом собрании сочинений Чехов был подвергнут цензуре. Так посмотрим, что же вырезали в те времена из чеховских текстов. Вот, например. Погодите, под флагом науки, искусства и угнетаемого свободомыслия у нас на Руси будут царить такие жабы и крокодилы, каких не знавала даже Испания во времена Инквизиции. Вот вы увидите, узкость, большие претензии, чрезмерное самолюбие и полное отсутствие общественной и литературной совести сделают свое дело. Какова же была мысль этих редакторов и цензоров этого полного собрания сочинений, выходившего у нас в сороковые и пятидесятые годы, что эта мысль Чехова показалась им какой-то язвящей их воображение и на что-то намекающей. И вот так с Чеховым всегда. Кажется, его знаешь уже, читал, изучал, помнишь каждый его рассказ, каждую пьесу и письма многие знают. И натыкаешься всякий раз на что-то необыкновенно, такое неожиданное, свежее, страшно как-то корреспондирующее с волнениями времени. Вот, скажем, ну мне, например, близка тема толстого журнала. Я многие годы отдал занятиям редакторским в журнале «Новый мир», а потом в журнале «Знамя». И так мне любопытно открыть Чехова и посмотреть, что он пишет о журналах. Толстых журналов в России меньше, чем театров и университетов. Судьбой их заинтересована вся читающая и мыслящая масса, за ними следят, от них ждут и прочее, прочее. Их поэтому надо всячески оберегать от разрушения. В этом наша прямая обязанность. Но это одно. А другую страничку открыл, читаю. Во всех наших толстых журналах царит кружковая партийная скука. Душно. Партийность, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха. Или о молодежи. Читаю у него. Только ту молодость можно считать здоровой, которая не мирится со старыми порядками и глупо или умно борется с ними. Так хочет природа. И на этом зиждется прогресс. Ну это одно, это воздравие. А вот вам, пожалуйста, другой случай. Чехова зовут, молодого Чехова, молодого писателя зовут в такое объединение писателей. Говорит, давайте мы все молодые писатели объединимся в такой кружок или ассоциацию, будем отстаивать свои интересы. Чехов отвечает замечательно. Чтобы помочь своему коллеге, уважать его личность и труд. Чтобы не сплетничать на него и не завистничать, чтобы не лгать ему и не лицемерить перед ним. Для всего этого нужно быть не столько молодым литератором, сколько вообще человеком. Привычно говорить о Чехове драматурге, Чехове лирике, Чехове юмористе. Ну вот менее так популярна тема Чехов-публицист. А между тем, в наши времена, когда вся литература пропиталась публицистикой, можно сказать, у нас не только романы публицистические сейчас пишут, по-моему, но даже и стихи лирические пишут с публицистическим наклоном. Может быть, любопытно посмотреть на то, как пользовался публицистическим оружием Чехов-художник. У него есть не очень известный, забытый рассказ в Москве, который рисует тип человека, к сожалению, не исчезнувшего до конца из нашей жизни. И некоторые отношения и подробности, ну, поразительно стреляют в нашу современность. Я московский Гамли. Да, я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам, редакциям и всюду говорю одно и то же. Боже, какая скука. Какая гнетущая скука. И мне сочувственно отвечают, да, действительно, ужасно скучно. Это днем и вечером. А ночью, когда я, вернувшись домой, ложусь спать и в потемках начинаю спрашивать себя, ну, отчего это в самом деле мне так мучительно скучно, в груди у меня беспокойно поворачивается какая-то тяжесть. И я припоминаю, как неделю тому назад в одном доме, когда я стал спрашивать, что мне делать от скуки, какой-то незнакомый господин, очевидно, не москвич, вдруг повернулся ко мне и сказал раздраженно, ах, возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе. Больше вам ничего не остается делать. Да. И вы знаете, знаете, господа, всякий раз ночью сдается мне, что я начинаю понимать, отчего мне так скучно. Отчего же? Мне кажется, вот отчего. Начать с того, что я ровно ничего не знаю. Нет, когда-то я учился. Чему-то. Ну, черт тебя знает. Забыл ли я все или знания мои никуда не годятся, но все-таки выходит так, что я каждую минуту открываю Америку. Вот когда мне, например, говорят, что Москве нужна канализация. Или что клюква растет не на дереве, то я с изумлением спрашиваю, неужели? С самого рождения я живу в Москве, но, е-богу, я не знаю, откуда пошла Москва, к чему она, зачем, почему. Что ей нужно. В думе, на заседаниях я вместе с другими толкую о городском хозяйстве, наибогу, я не знаю, сколько верст в Москве, сколько в ней народу, сколько родится и умирает, сколько мы получаем и тратим, насколько и с кем торгуем. Или вот, например, какой город богаче? Москва или Лондон? Если Лондон богаче, то почему? А, шут его знает. И когда в думе поднимают какой-то важный вопрос, я почему-то вздрагиваю и первый начинаю кричать. Передать в комиссию, в комиссию. Я от утра до вечера жру, сам не знаю для чего, не умею ни говорить, ни спорить, ни поддерживать разговоры. И когда со мной в обществе заговаривают о чем-то таком, чего я не знаю, я начинаю просто мошенничать. Я предаю себе такой слегка насмешливый грустный вид. Беру своего собеседника за пуговицу и говорю ему, ну, это мой друг Старо. Но в этом отношении я многому научился у московской критики. Вот когда при мне говорят о театре или о современной драме, я ничего не понимаю. Но зато, когда ко мне обращаются с вопросом, я не затрудняюсь ответом. Ну, так-то, ну так, господа, говорю я. Положим, все это так. Но идея же где? Где идеалы? Или же, вздохнув, восклицаю. О, бессмертный Мольер, где ты? Где ты? И печально взмахнув рукой, выхожу в другую комнату. Да, есть же еще, есть еще какой-то Лопе де Вега. Кажется, датский драматург. Так вот, я и им иногда ошарашиваю публику. Скажу вам по секрету, шепчу я соседу на ухо. Эту фразу Кальдерон позаимствовал. Да, у Лопе де Вега. И мне верят, господа, верят. А что, ступай-ка, проверь. Оттого, что я ничего не знаю, я совершенно не культурен. Да, ну, правда, я одеваюсь по моде, стригусь у Теодора. И обстановка у меня дома шикарная. Но все-таки, господа, все-таки я азиат. Азиат и моветон. У меня дома письменный стол рублей в 400. С инкрустациями, там, бархатная мебель, ковры, картины, бюсты, тигровая шкура на полу. Но, гляди, отдушина-то в печке. Заткнута женской кофтой. Или нет плевательницы. И я вместе с гостями своими плюю на ковер. Да. Но, господа, обратимся ко второй причине моей скуки. Знаете, мне кажется, что я очень умен. Очень умен и необыкновенно важен. Вот, вхожу ли я куда-нибудь, говорю ли, молчу ли, читаю ли на литературном вечере. Все это я делаю с превеликим опломбом. Не бывает споров, в которые бы я не вмешался. Ну, правда, я говорить не умею. Но зато я умею иронически улыбаться, пожать плечами, воскликнуть. Я, ничего не знающий, не культурный азиат, в сущности, всем доволен. Но я делаю вид, что я ничем не доволен. И это мне так тонко удается, что временами я даже сам себе верю. Вот, когда, например, на сцене дают что-то смешное. Мне очень хочется смеяться. Но я спешу придать себе серьезный, сосредоточенный вид. Не дай бог засмеюсь. Что скажут мои соседи. А вот сзади меня все время кто-то смеется. Я сурово оглядываюсь. Несчастный поручик. Такой же гамлет, как я. Конфузится и как бы, извиняясь за свой нечаянный смех, говорит. Господи, как пошло! Какой балаган! А в антракте я громко говорю в буфете. Черт знает, что за пьесы, господа. Это просто возмутительно. И вы знаете, этот мотив вообще-то давно уже разработан. Лопе де Вегой. И никакого сравнения быть не может. Ой, ну какая же скука. Какая гнетущая скука. Девицы и дамы, с которыми я знаком, также очень умны. Необыкновенно важны. Все они одинаковы. Одинаково говорят, одинаково одеваются, одинаково ходят. И только та разница, что у одной губы сердечком, а у другой, когда она улыбается, рот очень широк, как у Налима. Вы читали последнюю статью про Топопова, спрашивают меня губы сердечком. По-моему, это откровение. И вы, конечно, согласитесь, говорит мне Налимий рот, что Иван Иванович Иванов своей страстностью и силой убеждений напоминает Белинского. Он моя отрада. Каюсь, господа, каюсь, каюсь. Была у меня она. Я отлично помню наше объяснение в любви. Не, точно не знаю. Она сидит на диване. Губы у нее сердечком. Одета как-то скверно, без претензий. Причёсана глупо. Я подсаживаюсь к ней, беру ее за талию. Корсет хрустит. Целую в щеку. Щека соленая. А она сконфужена, ошеломлена, озадачена. Помилуйте, говорит. Помилуйте. Как сочетать честное направление с такой пошлостью, как любовь? Что сказал бы Протопопов, если бы он видел? О нет, никогда оставьте меня. Я предлагаю вам свою дружбу. Я говорю ей, что мне мало одной дружбы. Тогда она кокетливо грозит мне пальцем и говорит. Хорошо. Я буду любить вас. Но с условием, что вы будете высоко держать знамя. И когда я держу ее в своих объятиях, она шепчет. Будем бороться вместе. Потом уже, живя с нею, я узнаю, что и у нее тоже отдушина в печке, заткнута женской кофтой. И что она мошенничает в спорах, на картинных выставках, как попугай лепечет о воздухе и экспрессии. Ей тоже подавай идею. Ну и, наконец, третья причина моей скуки, господа, это моя неистовая, чрезмерная зависть. Знаете, господа, что все злое, подлое, мерзкое, гнусное о мало-мальски известных людях распустил по Москве я. Чужой успех для меня срам, унижение, заноза в сердце. Какая тут может быть речь? О гражданском, общественном или политическом чувстве. Если когда-то и было во мне что-то похожее на это чувство, то давным-давно сожрала его зависть. Итак, господа, ничего не знающий, не культурный, очень умный и необыкновенно важный, С громадной печенкой, косой от зависти, желтый, серый, плешивый. Хожу я по Москве, из дому в дом, задаю тон жизни и всюду вношу с собой что-то желтое, серое, плешивое. Заразителен я, как инфлуенса, жалуюсь на скуку, от зависти клевещу на своих ближних и друзей. Хожу словно тень, ничего не делаю. Да, а время между тем идет, я старею, я слабею, господа. Гляди, не сегодня-завтра я заболею инфлуенцией и умру. И что, потащат меня на Ваганькова? Будут вспоминать обо мне приятели дня три, а ведь потом забудут. Да, забудут, забудут, господа, и имя мое, имя мое перестанет быть даже звуком. Ведь жизнь не повторяется, жизнь не повторяется. И уж, коли ты не жил в те дни, что были даны тебе однажды, то пиши, пропало. Да, пропало. Но между тем, нет, между тем, ведь я мог бы учиться, я мог бы учиться и знать все. Если бы я совлек себя азиатом, я мог бы изучить и полюбить, господи, европейскую культуру, торговлю, ремесла, сельское хозяйство, литературу, музыку, живопись, гигиену, господа, архитектуру. Я мог бы строить в Москве отличные мостовые, торговать с Китаем и Персией, бороться с невежеством, уменьшить процент безграмотности, да и вообще бороться с любой мерзостью, которая так мешает нам жить. Я мог бы искренне радоваться любому чужому успеху, потому что любой успех, даже маленький, есть уже шаг к счастью и правде. Да, я мог бы. Мог бы, господа, но я гнилая дрябка, я дрянь, я кислятина, господа, я московский Гамлет, тащите меня на Ваганькова. И вот так я ворочаюсь сбоку на бок у себя под одеяло. Не сплю, и до самого рассвета в ушах у меня звучат слова. Возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь вы на первом попавшемся телеграфном столбе. Больше вам ничего не остается делать. Пока идут споры о том, что делать с Ленинской библиотекой, как ее ремонтировать или куда переводить, а мы с вами, воспользовавшись гостеприимством хозяев этого дома, находимся в отделе рукописей Ленинской библиотеки. Здесь и содержится с давних времен архив Антона Павловича Чехова. Когда-то Марья Павловна Чехова передала сюда множество его документов рукописных, его письма. С тех пор здесь все это собирается, хранится. И, к счастью, мы имеем возможность здесь не с копиями, не с муляжами, а с подлинниками этих писем иметь дело, что иногда страшно важно и для исследователей, и для людей, которые Чеховым специально интересуются. А мне еще дорого то, что можно будет эти письма вам показать. Но сначала я хочу несколько слов сказать о том, что такое для Чехова письма. Это так же, как рассказ, может быть, повесть, пьеса. Письмо Чехова это особый литературный жанр. Кстати сказать, есть писатели, для которых таким любимым литературным жанром для себя, который пишется, является дневник. Таким был, например, Лев Толстой. Всю жизнь вел дневники. Чехов дневника не вел, но он общался с людьми с помощью писем. И это как бы его дневник для собеседника, с которым он хочет говорить, с которым он хочет переписываться. Надо сказать, что в последнем собрании сочинения Чехова 12 томов писем. Туда входят 4494 письма. Колоссальное количество писем. Но я должен сказать, что это далеко не все письма, которые Чехов написал. Но, во-первых, до сих пор появляются бесценные его автографы. Совсем недавно, например, был опубликован автограф чеховский новый, его письмо Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову. У нас вот Академия наук издает сейчас сборник Чеховиана. И там впервые появится вот как раз в эти дни чеховский новый автограф, письмо Горбунову-Посадову. Это уже 4495-е или 6-е чеховское письмо. Но, к сожалению, многие письма Чехова погибли. Тем обиднее, что сам Чехов относился к письмам, которые он получал, совершенно необыкновенно. В Ялте незадолго до смерти, за год, за два, он стал перебирать все письма, которые когда бы то ни было ему писались, заключал их в особые папки, каким-то образом нумеровал, одним словом разбирал по корреспондентам, и его архив, письма, которые к нему шли, остались в великолепном порядке. И сейчас хранятся здесь в отделе рокописи, так же, как и письма самого Чехова. Я хотел бы показать некоторые письма Чехова, потому что, ну, как сказать, даже их внешний вид как-то заставляет, знаете ли, каким-то образом забиться сердце, что ли, сильнее, как говорилось в старых романах. Вот письма Александру Ивановичу Эртелю, писателю, в Воронеж. Кстати сказать, адреса тогда писали запросто. Воронеж Александру Ивановичу Эртелю. Ни улицы, ни дома. Марочки наклеены аккуратно. И, кстати сказать, письмо шло довольно быстро по нашим понятиям. Вот почтовый вагон отмечено, значит, было сдано в почтовый вагон 12 марта, а 14 марта уже в Воронеже. И вот они, автографы чеховские. Многоуважаемый Александр Иванович, вы называете меня многоуважаемый, так пускай будет только за око. Так начинается это чеховское письмо. И в конце, конечно, его очаровательное, это розчерк с хвостиком, как он называл, с крысиным хвостом подпись. Но здесь она еще не такая очевидная. А вот здесь вот места было много на бумаге. Так вот крысиный хвост пошел через все свободное поле страницы. Или вот рядом письма к Пешкову Алексею Максимовичу, то есть к Горькому, к молодому Горькому. Я, надо сказать, знаю эти письма с юности, когда стал увлекаться Чеховым и читал в книгах без конца переписку Чехова с Горьким. Она давно известна. Но вы знаете, вот руки мои до сих пор никогда этой бумаги, этого автографа не касались. И удивительно думать, что вот это было написано чеховской рукой, и разбирать эти строчки. Сколько вам лет? Я так и не знаю. Не знаю, откуда и кто вы. Но мне кажется, что вам, так как вы еще молоды, следовало бы покинуть нижний года два-три пожить, так сказать, потереться около литературы. И дальше он пишет о том, что с кем бы он хотел, чтобы Горький пообщался для того, чтобы свои литературные навыки усовершенствовать и как-то так подняться немножко над провинциальной средой. Короленко, Потапенко, Мамин, Эртель. Это превосходные люди. В первое время, быть может, вам покажется скучновато с ними, но потом через год-два привыкните и оцените их по достоинству, и общество их будет для вас с лихвой окупать неприятности и неудобства столичной жизни. Вот в этом весь Чехов. Вообще, в чеховских письмах вот поразительна одна черта, о которой я сейчас хотел сказать. Он человек необыкновенно справедливый. Это основа его личности. И в письмах он такой. Он кого-нибудь характеризует и обязательно укажет на положительные стороны, на добрые стороны человека и тут же отметит его недостатки. Или человек ему не нравится, неприятен ему, и он об этом так и говорит, но обязательно скажет что-то и о том, что в этом человеке есть хорошего. Ну, поразительные есть вещи в этом смысле. Например, он одну актрису молодую рекомендует в общество театральное и рекомендует он ее так. Играть ей очень хочется, а актриса, она, повторяю, очень недурная. Первое впечатление она дает какое-то сюсюкающее. Не смущайтесь этим. У нее есть огонек и задор. Хорошо поет цыганские песни и не дура выпить. Умеет одеться, но причесывается глупо. Вот вам полный набор, полный портрет перед глазами. И добрые, и не совсем такие очаровательные черты. И не слукавил. Надо сказать, что вывести Чехова из себя очень трудно. Гневается он крайне редко, но если задета его честь, если задета его достоинство, тут пощады не жди. Это бывает крайне редко. Вот однажды так случилось, что в журнале «Русская мысль» у его приятеля Лаврова было написано одним критиком, что Чехов писатель без принципов. И Чехов немедленно откликнулся гневным письмом. Он написал Лаврову «Беспринципным писателем или, что одно и то же прохвостом, я никогда не был, ваше обвинение клевета». Вот тут мы видим разгневанное лицо Чехова. Когда-то в совсем молодые еще годы Чехов, ну почти мальчик Чехов написал брату Миши, двоюродному брату, письмо, в котором есть такие слова. «Не нравится мне одно. Зачем ты величаешь особу свою ничтожным и незаметным братишкой? Не всем брат Мишам быть одинаковыми. Ничтожество свое сознаешь. Ничтожество свое сознавай, знаешь, где? Перед Богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми. Среди людей нужно сознавать свое достоинство. И вот это высоко несомое Чеховым чувство достоинства и то чувство, которое он хотел, чтобы воспитывалось во всех людях, это может быть одна из самых поразительных черт в его письмах. Воскресенск. Так когда-то назывался этот подмосковный городок. Чехов впервые приехал сюда на летние каникулы, будучи студентом-медиком в 1883 году. Здесь жил его брат Иван Палыч, который получил место в училище местном. И вот его гостем Чехов впервые и приехал сюда. А потом эти места ему полюбились. Он уже здесь часто бывал в 80-е годы и живал здесь. Тут много мемориальных досок, памятников. но вот и остатки ограды того дома, где жил Чехов в это время. Память о Чехове здесь хранят верно. И вот и бюсты Чехова, стелы, мемориальные доски. Но я так думаю, что если бы самого Антона Павловича спросили почитатели его таланта, а как он хотел бы, чтобы отметили его память, он, наверное, бы сказал, хорошо бы еще одну палату в больнице местной оборудовать или класс в школе. Чикинская больница. Она была в верстах в двух от истры на берегу пруда. Земство купило тут усадьбу, барскую старую усадьбу и открыло в этом месте больницу. И в 84-м году Чехов практиковал здесь в качестве дипломированного уже врача. только что окончил факультет. Земские врачи это особая порода людей. Вот они здесь на крылечке Чикинской больницы во главе с заведующим Архангельским здесь Яковлев, Таубер и фельдшер Алексей Кузьмич. Это между прочим герой хирургии чеховской. Земские врачи это замечательные в своем роде люди подвижники бессребреники особая порода людей. Вот из их среды такой такой же человек доктор Астров в дяде Ване. Павел Арсеньевич Архангельский писал о молодом Чехове враче. Он часто проводил в лечебнице время с утра и до окончания приема. Антон Павлович производил работу не спеша. Иногда в его действиях выражалась как бы неуверенность, но все он делал с вниманием и особенно с любовью к тому больному, который проходил через его руки. Он всегда терпеливо выслушивал больного, ни при какой усталости не возвышая голоса. Хотя бы больной говорил не относящийся к уяснению болезни. Так что Чехов имел основание в письме Клейкину пошутить. Живу теперь в Новом Иерусалиме, живу с опломбом, так как ощущаю в своем кармане лекарский паспорт. Природа кругом великолепная. Простор и полное отсутствие дачников. Грибы, рыбная ловля и земская лечебница. Редактор субтитров Звенигород совсем недалеко от Истры. Каких-нибудь 26 верст по старому счету. Как-то в 83-м году веселая компания молодых людей во главе с Чеховым проделала этот путь пешком из Воскресенского в Звенигород. Шли к своим приятелям и во главе Антон как вспоминают мемуаристы он на прогулке шагал таким широким шагом в черной крылатке в широкополой шляпе. Здесь в 84-м году уже с лекарским дипломом в кармане Чехов исполнял обязанности земского врача и уездного врача. Должен был и принимать больных и ездить на вскрытие и выступать в качестве медицинского эксперта в суде. Рассказы некоторые связаны Чехова с этими местами. Рассказ «Мертвое тело», например, это впрямую сюжет вот этих занятий медицинских Чехова. И рассказ «Сирена», где несколько любителей хорошо покушать и скушают себя видениями какой-то необыкновенной еды. Кстати, Чехов гулял здесь на свадьбе Успенского. Очень весело, говорят, было. Здесь и до сих пор больница, и надо надеяться, что здесь сохраняются какие-то традиции Чехова врача. Живет здесь и работающий в этой больнице 45 лет Иван Михайлович Прощенко, хирург. Он заодно и самодеятельный художник, пейзажи замечательные пишет и старается запечатлеть красоту этих мест. Когда я прохожу на работу около Зеленого дома, в котором в далекие времена работал Чехов и его сподвижники, то всегда как-то задаешь себе вопрос, как в таких скромных условиях могли работать врачи, оказывать медицинскую помощь при такой малой площади, в которой можно было стационировать больного и ему сделать ту или иную операцию. Обращает на себя внимание скромный быт того времени дом, в котором жил Чехов и его товарищи. Это как-то накладывало своеобразный отпечаток на именно такую гуманную сторону деятельности медицинских работников того времени. Если мы сравним вот те далекие времена с настоящим временем, то мы видим, что мы находимся в гораздо лучших условиях. У нас имеется крупный больничный дом, где на четырех этажах размещены много коек, лабораторий и прочее, прочее. Однако мы можем часто слышать и читать жалобы на нашу невнимательность, на нашу грубость, на наше бессердечие. Это в конце концов как-то может констатировать наш отход от того милосердия, которое существовало во времена Чехова. И мы, конечно, должны вернуть это милосердие. многие из администраторов наших не очень ценят вот те постройки, которые были оставлены нам вот со времен Чехова. Им хотелось бы, чтобы этих построек не было. Но как можно без них обойтись? Вениград можно отличить только вот по сохранившимся старым постройкам и по насаждениям эти вот насаждения являются большим и таким давним украшением Зениграда. Около дома, где я живу, рядом вот с тем домом, где когда-то останавливался Чехов, есть посадки, которые связаны с его именем. Посажены по типу квадрата со сторонами примерно там 100 на 100 на 100, вот такой квадрат. Посажены лиственницы, которые вот живут и до настоящего времени. Вот на этом пейзаже изображена часть дома, в которой находился Чехов и другие врачи того времени. Чехов приезжал в Зениград не потому, что ему просто хотелось сюда приехать, он с таким же успехом мог приехать в любой другой город, но Зениград отличался своей живописностью, своей нарядностью. на этом пейзаже изображен Успенский собор из Вениграда. Это, собственно говоря, основное ядро города. Этот Успенский собор обсажен со всех сторон еловым и сосновым бором, который вот в зимнее время кажется припорошенным снегом. О новом Иерусалиме Чехов писал в одном из писем «Монастырь поэтичный». Стоя на всеночной в полумраке галереи сводов, я придумываю темы для звуков сладких. Тем много, но писать решительно не в состоянии. А года через два появился чеховский рассказ «Святую ночью», где впечатления ново-ирусалимские соединились еще с впечатлениями от одного монастыря на Украине. В этом рассказе монах Николай имеет необыкновенный дар сочинять акафисты. Ему как бы передано чеховское требование к искусству «Нужно, чтобы все было стройно, кратко и обстоятельно. Надо, чтобы ни одного слова не было грубого, жесткого или несоответствующего». Тут может быть впервые сформулировано знаменитое чеховское правило «Краткость сестра таланта». В имении Киселевых Бабкина Чехов провел три навсегда памятных ему лета. Этот дом большой барский, давно его уже нет, рядом парк, крокетная площадка. Веселая жизнь шла здесь, во всяком случае в памяти она осталась веселой. Чехов спустя 10, спустя 15 лет вспоминал в письмах Киселеву и говорил о том, что он хотел бы сюда вернуться, вспоминал, какие пели романсы, как здесь весело было и как-то дружески, тепло в этих местах и встречи какие-то свои. Здесь, кстати, жил Левитан на Истре, на другом берегу Истры в селении Максимовка. Встречались здесь часто и осталось это в памяти как молодой праздник жизни. Вот в пьесе Чехова дядя Ваня доктор Астров показывает Елене Андреевне карту уезда. Он говорит, картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад, темная и светло-зеленая краска означают леса, половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы. Теперь посмотрим ниже. То, что было 25 лет назад. Тут уже под лесом одна треть всей площади. Коз уже нет, но лоси еще есть. Зеленая и голубая краски уже бледные. Переходим к третьей части. Картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами. Исчезли лоси, лебеди и глухари. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения. И вот четвертая часть, которую, Антон Павлович, вы не видите. Песчаный карьер, экскаватор, срывший один из самых живописных холмов над Истрой. Безжизненный лунный пейзаж. Азявший, голодный, больной человек, как говорит Астров в том же монологе, разрушает все, не думая о завтрашнем дне. Это репродукция, но, к сожалению, она не дает никакого представления. А вот этот вот эскизик такой замечательный. Весь вот этот вот контраст такой блеклой осени и вот эта вот кожа тронтаса, бронных лошадей, крепкого что ли, кучера и так дальше. Это очень убедительно, так сказать, живописно контрастирует вот с тем. Любопытный человек, что? Отец взял совершенно побочную струю в чековском рассказе. Все главное было отложено и только сон этой варки несчастной. Ну да, это спать хочется. Помнишь, он настойчиво повторяется, чем ближе к концу он еще и еще раз вместе с зеленым пятном возникает настойчиво, как какой-то полукошмар, полугреза. Это удивительно, что Отец разглядел буквально несколько строчек на эту тему, а целая картина получилась. Чехов был близок многим нашим художникам и, как говорится, и при жизни живописцы некоторые были с ним близки, вроде Левитана, скажем, и Коровин хорошо его знал и так дальше. И после смерти Чехова, конечно, нашлось немало замечательных художников, которые его иллюстрировали я вспоминаю ее работы Кукрониксов, конечно, и Дубинский, рано умерший, очень симпатичный художник. И какие-то тонкие, нежные, какие-то акварельные такие у него работы, иллюстрации Чехова. А вот что привлекало Аркадия Александровича Пластова? В чем тут дело, каков, так сказать, нерв главный, его интереса к Чехову? Детство мое прошло вот в доме отца далеко от Москвы, это на Волге? До войны, да, не на самой Волге, но в Повозской губернии. В Слонихе, да. Я вот вспоминаю все эти долгие зимние вечера, когда горела какая-то тусклая пятилинейная лампа, и отец уже откладывал свои работы, он загружен очень, жили мы достаточно бедно, чтобы ему не разгибать спины буквально приходилось и матери тоже. Вот, и мать продолжала там шить или прячь, а отец брался за книгу. Я до сих пор вот эти вот потрепанные томики Чехова. Ну, что читали, что любили особенно читать, что запомнилось? Приложение к Ниве. Вот, приложение к Ниве. А какие рассказы? Вы знаете, самые разнообразные. ну, Чеханте, вот, так сказать, ранний Чехов не превалировал. Какие-то, конечно, классические, так сказать, вещи, ну, вроде злоумышленника, Гунтира Прихибеева, роман с контрабасом и так дальше. Это все, конечно, проходило, но вот я запомнил и степь, и в овраге, и, ну, если вот вы помните фабулу, да, наверное, как помните, конечно, вот, новая дача. Все это было вот в ссылке особенно потрясающе. Так что, вот, я и засыпал иногда под это вот чтение, конечно, это вот отцу в это время был уже зрелый художник к 40 годам, значит, для него это была постоянная такая, так сказать, потребность общения с этим. до тех, до этих, вспоминая их в мои времена, он уже проиллюстрировал Чехова в целом цикле иллюстраций, они сейчас в литературном книжные иллюстрации были. Видимо, готовилась книга. Но книга только не вышла. Карандаш, акварель, цветной карандаш, вот материал, я посчитал, обильное количество, так сказать, рассказов было им, так сказать, прошло перед ним, там, около 40 рассказов. Затем он возвращался перед самой войной, уже делая для Дергиза вот это как раз белолобового детскую такую книжку, книжка пропала, иллюстрации пропали, эскизы вот остались. Но это вот вы помните, это замечательный, так сказать, рассказ. Отец был анималист, ему легко и свободно удавались позы зверей, и для него это была благодатная тема. Но через 25 лет примерно, или сколько, через 20 лет с чем-то он вновь возвращается к Чехову в 1953-1954 году. И уже совсем в ином, так сказать, качестве, качестве в своем вырос, многое, так сказать, узнал, многое стал уметь и попробовал. опираясь на Чехова, сделать какие-то, так сказать, выводы, очень важные для своего понимания России. Понимаете? Вот. Об этом сохранилось, слава богу, так сказать, письмо. он написал искусствоведу Скаловой, Наталья Ивановна такая была, очень милый человек. Она попросила его рассказать, к чему он взялся за эти иллюстрации. Я его чуть-чуть позже прочту. я просто хочу сказать, что это пришло с прикосновения к Чехову на опору, такую опору в его жизни, которая была далеко не безоблачной. И в данном случае Чехов стал для него, как бы сказать, ну, быть может, единственной возможностью говорить ту правду, которая его окружала, которую нельзя было сказать прямой подачи, правду жизни, крестьянства. Я вот хотел бы обратить внимание на то, что весь этот поздний цикл почти целиком, за исключением дома с Мезонидом, это, ну, если можно так сказать, мужицкий Чехов. Понимаете? Николаевич, вот одна поразительная история. Я вот смотрю на эти иллюстрации, на эти рисунки, эскизы, и все время думаю о том, что вот поразительная вещь. Сразу узнаешь, какому рассказу Чехова, какие герои, что за эпизод изображен, то есть, какое-то точное попадание, ну, вот, скажем, с моим личным восприятием Чехова. Да я думаю, что это просто и каждого внимательного читателя Чехова. То есть, нет ощущения, что художник там как-то хочет отличиться за счет Чехова, как он говорит, свой образный мир навязать писателю. Он каким-то образом очень чутко улавливает его мир. Но вот что интересно, понимаете, это все живые лица, живые люди. Наверное, модели какие-то были, так сказать, кроме того. Ну, вот, как раз я сейчас вам прочту несколько фрагментов из его письма, и вам многое станет, так сказать, понятно, потому что здесь сам Пластов вам на это ответит. Сказать вам секрету, я через Чехова пытаюсь закрепить на бумаге без всякого вольного или невольного приспособленчества, открыто, по душам, как говорится, по совести не лукаве все то, что я видел, знал и любил с детства и вижу, знаю и люблю до сего времени. Для меня Чехов обаятелен и исчерпаем, как сама жизнь, я не в силах был против потребности воочию показать по мере сил своих ту абсолютную правду жизни, ту необыкновенную святую силу искренности, с какой Чехов искал эту правду всю жизнь и в чем он так сходен с Пушкиным и Толстым и что пленяет и покоряет неудолимо. И вот здесь маленькая оговорка у него очень характерна для того времени. Отец дальше продолжает. И никто ведь не имеет при этом права завыть источным голосом, заглянув в требник, что художник, автор этих иллюстраций, отсталых взглядов на Божий мир, не видит примет нового и так далее и тому подобное. Это была тогда дежурная тема и художнику всегда приходилось так сказать увертываться или во всяком случае думать о том, что это вполне возможно так сказать следствие его трудов и усилий. Ну, есть еще все-таки вещи, которые хотелось бы услышать. Вот, Николай Аркачев, я ходил, помню, в свое время по выставке Пластова в Манеже и думал, боже мой, какая поразительная галерея русских крестьянских лиц, мужики, старухи, девочки молоденькие и ребята, мальчонки какие-то, поразительно чуткое ощущение человеческого лица у Пластова. И вот я, рассматривая эти его работы по Чехову, думаю, ну, конечно, воображение художника, конечно, какие-то видения, которые у него возникают, когда он читает Чехова, но, видимо, и натура какая-то была для эскизов при Слонихе богатая для этой крестьянской Руси, чеховской Руси. Да, знаете, Владимир Яковлевич, это ведь, если смотришь на человека с сочувствием, если ты его любишь, если для тебя этот мир не безразличен, это богатство появляется. Если применять тот способ, какой мы применяем, вот нынешний художник при общении с натурой, эдакая экспедиция за живинкой, это проходит мимо, а отец жил среди своих героев целую жизнь. Я вспоминаю Чеховскую попрыгунью, я вспоминаю чуть иронический такой портрет художника Рябовского, который выезжает на этюды на Волгу, как вы помните. Я вспоминаю посетителей картинной галереи, их специфический художественный разговор, это облако кричит. Или что-нибудь в этом духе, понимаете? Это с талантом. Да, 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 с такой легкой насмешкой над художественной средой. И, видимо, у Чехова тоже было это чувство, что надо жить, как говорится, бок о бок с этими людьми, чтобы их видеть, чтобы их знать, чтобы их любить. Ведь за околицей Мелехова деревня, избы, тут же, вот прудик впереди, значит, сбоку там, и пошли. его начебная практика, наверное, как бы сказать, все время держала в контакте с своими героями. Да, так что все это в одном узле тут, и совесть, и искусство, вот относительно этого, вот, я вот приведу еще, так сказать, момент, который касается Чехова, вернее, вытекало из понимания Чехова, и вот из того, что вы говорите, вот относительно, значит, ну, долга, серьезного долга художника. Вот когда-то по молодости своей, естественно, прочтя Чехова и Фета, и еще чего-то, я не находил свои, в окружающей там сельской школе и прочее, среди товарищей, ну, какого-либо, так сказать, понимания, да и не было никого, попросту говоря. И вот отцу написал какое-то письмо, какое оно, я уж теперь его, так сказать, не помню, но, видимо, он отметил такие моменты, который решил исправить родительский, так сказать. Вот оно, что мне пишет. Ты вот пишешь несколько раздраженно о тех, кто не понимает, ли Рик Чехова или Левитана. Ну, из этого понятно, так сказать, что я по мальчисту это письмо, значит, мне было там, что-то лет 16, видимо, вот так, по мальчисту, что я там написал. Ты думаешь, что пофыркивая на них ты им или себе что-нибудь докажешь? Нет, так сложилась у них судьба. Алмаз, блистая бриллиантом, в персне вряд ли имеет право поплевывать на алмаз, находящийся в глубине земли. Чем тот виноват, что его не вытащили на сверхбожий, не гранили, не вставили в кольцо? Обстановка и жизненные условия страшная вещь, вещь, сынок. И поэтому надо в жизни больше думать о том, как бы оправдать затраченные на нас силы и средства и внимание и непрестанно ускорять свой шаг навстречу открывшимся твоим взору правде. Людей этих, обездольных и карначенных жизнью, надо жалеть и помогать по силе возможности. Помогать им чего-нибудь понять из того, что еле-еле им брежет. Конечно, все это правда. Воображение и разумение их кургуза часто смешно и нелепо. Но когда ты будешь много старше и опытнее в жизни, ты с горьче увидишь. И даже с большими данными познать истину, видеть красоту нелегко и немного мы можем сделать для славы нашего искусства. Не замыкайся с молодых лет в позе а-ля Печерный Базаров. Нет ничего легче очерстветь сердцем, залезть в жестокую броню раскратительского чечепенства и навеки потерять через то ту тончайшую отзывчивость сердца к малым людям, которые, как воздух, необходимы истинному художнику и без которой человек просто невыносим. Я вспомнил вдруг, как однажды Толстой написал, по-моему, о Фете. Он удивительно одноцентрен со мною. То есть, вот, одна какая-то сердцевина душевная, один душевный строй. И что-то, наверное, в пластове было, какая-то, какая-то сторона его души очень резонировала на чеховскую правду, очень отвечала его душевному существу. Поэтому и работают такие. Пластов написал Россию на излете. Теперь ее нет уже. И как, даже, если мы отложим в сторону художественное качество, что ли, зоркость его глаза, точность характеристики, живописные достоинства какие-либо, они могут быть лучше или хуже, но главное, что благодаря ему мы можем видеть теперь эту Россию. Он чуть ли не единственный писал правду о селе. Это ему, как бы сказать, обходилось не всегда, так сказать, без последствий. Он обычно упоминаем был в обойме художников, которые не поняли, не отразили, не отклонились и вообще не видят грядущего цветения, существующего грядущего цветения. Самое интересное, Николай Акарч, самое интересное, что Чехова, когда он писал свои рассказы крестьянского цикла, мужики и вовраги и вовраги, и вовраги, упрекали за то, что он очерняет жизнь русской деревни, русского христианина, что он его показывает слишком жизнь эту, темно, как-то и все такое прочее. Понимаете? Вот ведь какая история. И вдруг оказалось... Ну, видимо, вот такие тенденции, они не умирают. Я думаю, и впредь это будет относиться к тому, кто говорит правду, как говорится. А может, просто действительно люди не имели возможности видеть, а какая она правда, на самом деле. Как она, как говорится, как она мужику обходится? Проиллюстрирована отцом, проиллюстрирована большой слои русской литературы. Здесь и Глеб Успенский, и Пушкин, и Некрасов, и Гоголь, и особняком, особняком, и, может быть, наиболее, так сказать, близкими для художника были образы Чехова. Естественно, что у нас для отца и у нас в семье Чехов был таким нравственным камертоном, как бы, сказать, на определенном этапе. иметь камертон, это еще не значит верно, верно звучать, это само по себе. Но просто, мне кажется, это было большой, что ли, удачей для художника, что он прикоснулся с ним и с нашей совестью русской, какой является Антон Павлович Чехов. Как бы ни относились люди к сочинениям Чехова, к его пьесам, ну, у разных людей разные вкусы. Но мне кажется, что то, что всех нас объединяет в отношении к этому писателю, это его необыкновенный юмор. В самом деле, его ранние рассказы, смешные юморезки, начиная от маленьких, крохотных, которые он даже без подписи печатал в юмористических журналах и кончая более солидными рассказами юмористическими, да и в больших его, кстати, искать в вещах, в его повестях. Такие блестки юмора изумительные есть. Вот это чувство, очень яркое чувство смешного, которое есть у Чехова. И потом особый характер его юмора, его отсутствие в нем злости, его такой необидный характер, очень зоркий, но необидный, мне кажется, необыкновенно привлекает к этому писателю. Кстати, сказать, вот Лев Толстой. Толстой кое-чего в Чехове не принимал. Он, скажем, с некоторым сомнением относился к его драматургии, правда, Толстой и Шекспира не слишком уважал, но вместе с тем некоторые рассказы Чехова, он просто был в восторге от них, перечитывал их сам, собирал домашних, читал им в кружке маленьком, и иногда чтение прерывалось, потому что Толстой то всхлипывал от избытка чувств, то заливался смехом. И вот он как-то своим знакомым пытался объяснить, в чем тайна юмора Чехова. Ему очень нравились самые непритязательные рассказы, ну, Налим, вы помните, как тащат Налима из-под коряги, или драма, где это беззащитное существо приходит с драмой, и в конце концов герой запускает в нее тяжелым предметом со стола. Или, скажем, рассказ «Неосторожность» Депетр Петрович Стрижин, вернувшись с Кристин, нашаривает в шкафу у Дашеньки своячницы бутылку и выпивает рюмку, думая, что это водка, но оказывается, что там керосин. Толстой смеялся, заражался своим смехом всех, и однажды сказал так, что замечательно в юморе. Юмор объединяет людей. Он делает тебе близким человека, с которым ты обмениваешься улыбкой. А ведь в объединении людей главная сила искусства. И вот тут что ни возьми. Есть масса забытых сюжетов у Чехова, забытых рассказов, или малопопулярных, что ли, никогда не снимавшихся ни в кино, ни на телевидении, которые редко читают с эстрады, а вместе с тем прелестных совершенно юморесок, таких непритязательных иногда, простеньких, но очень веселых и добрых. В конце девятнадцатого века самым модным делом был телефон. О телефоне говорили не меньше, чем сейчас у нас о компьютерах или, я не знаю, видеотехнике. И телефон был модной темой и статей, и разговоров, и так далее. У Чехова, кстати, есть в повести «Во враге» замечательная сценка. Он пишет «Волосное правление провели телефон, но он не работает». Вот, кстати, зазвонил где-то за стеной телефон, чтобы отозвался на мои раздумья о нем. Но он не работает в «Волосном правлении», так как в нем завелись клопы и прусаки. А «Волосной старшина», который малограмотен и даже в письмах пишет каждое слово с большой буквы, вздохнул и сказал «Да, теперь без телефона нам будет трудновато». Так вот, потрясающая подробность, потому что Европа сошлась в этой подробности с Азией. Вот это огромное изобретение человеческого прогресса и азиатские нравы русской деревни той поры. И вот, понимаете ли, поразительно, как в одной детали все это видно. Но есть у Чехова и рассказ о городской телефонной связи, который, ну сейчас телефон может быть работает несколько лучше, хотя недоразумения с ним тоже бывают. Зарисовка московского быта, разговора по телефону в те времена. «Что вам угодно?» спрашивает женский голос. «Соедините со славянским базаром?» Готово. Минуты через три слышу звонок. Прикладываю трубку к уху и слышу звуки неопределенного характера. То ли ветер воет, то ли горох сыплется. Кто-то где-то лепечет. «Есть свободные кабинеты?» спрашиваю я. «Никого нет дома?» отвечает прерывистый детский голосок. «Папа и мама к Серафиме Петровне поехали, а у Эльзы Францевны гриб». «Вы кто? Из славянского базара?» «Я Сережа. Мой папа доктор, он по утрам принимает». «Душечка, мне не доктор нужен, мне славянский базар нужен». «Какой базар?» смех. «Теперь я знаю, кто вы. Вы Павел Андреевич». Смех. «А мы от Кати письмо получили. Она на офицере женится. А когда же вы мне краски купите?» Отхожу от телефона и минут через десять звоню опять. «Соедините со славянским базаром». «Наконец-то», отвечает хриплый бас. «И фукс с вами». «Какой фукс?» «Я прошу соединить со славянским базаром». «А вы в славянском базаре?» «Хорошо, приеду. Сегодня же и кончим наше дело. Я сейчас». «Закажите мне, голубчик, порцию селянки из осетрины. Я еще не обедал». «Тьфу, черт знает что». «Думаю, я, отходя от телефона». «Может быть, я с телефоном обращаться не умею? Путаю?» «Постой, как нужно?» «Сначала нужно эту штуку покрутить, потом эту штучку снять и представить к уху. Ну, потом эту штучку повесить на эти штучки и покрутить три раза эту штучку». «Так, звоню опять». «Ответа нет». «Звоню со стервенением, рискуя отломать штучку. В трубке шум, похожий на беготню мышей по бумаге. «С кем говорю?» кричу я. «Отвечайте же! Не слышу! Мануфактура Тимофея Ваксина, сыновья!» «Покорнейше благодарю! Не нужно мне вашей мануфактуры! Вы кто? Сычев? Миткаль вам уже послали. чё, отхожу от телефона и опять начинаю экзаменовать себя. Не путаю ли я? Прочитываю правила, выкуриваю папиросу и звоню опять. Ответа нет. Должно быть, в славянском базаре телефон испортился, думаю я. попробую поговорить с Эрмитажем. Вычитываю ещё раз в правилах, как разговаривать с центральной станцией и звоню. «Соедините с Эрмитажем!» кричу я. Эрмитажем. Проходит пять минут. Десять. Терпение мало-помалу начинает лопаться. Ну вот ура! Звонок. С кем говорю? Центральная станция. Тьфу! Соедините с Эрмитажем, ради Бога! С Ферейном? Эрмитажем! Готово! Ну, кажется, кончились мои мучения, думаю я. Уф, даже, даже пот выступил. Звонок. Хватаю трубку и взываю. Есть свободные кабинеты? Папа и мама? Евдокии Петровне поехали, а у Эльзы Францевны грипп, никого нет дома. Это вы, Сережа? Я. А вы кто? Смех. Павел Андреевич? Отчего вы к нам вчера не приходили? А папа китайские тени показывал, надел мамину шляпу и Евдокию Николаевну представил. Сережин голос вдруг прерывается и наступает тишина. Я вешаю трубку и минуты три звоню с остервенением до боли в пальцах. Соедините с Эрмитажем, кричу я, с рестораном, что на Трубной площади. Вы слышите или нет? Отлично слышусь, но здесь не Эрмитаж, здесь Славянский базар. Вы из Славянского базара? Точно так, Славянский базар. Тьфу, ничего не понимаю. У вас есть свободные кабинеты? Сейчас узнаю. Проходит минута. Другая в трубке пробегает легкая голосовая дрожь. Я вслушиваюсь и ничего не понимаю. Отвечайте же, есть кабинеты. Да что вам нужно, спрашивает женский голос. Вы из Славянского базара из Центральной станции продолжение Z Plus Ultra, то есть без конца. Существует одна загадка, связанная с домом-музеем Чехова в Ялте. Ведь в самом деле, какое счастье и какая редкость, что дом этот сохранился после немецкой оккупации. Были сожжены Михайловская, пострадала очень тяжело Ясная Поляна, а вот в Ялте этот чеховский домик сохранился. И более того, я должен вам сказать, что когда-то, будучи в Ялте, я слыхал от близкого Мария Павловна человека, научного сотрудника музея, с ее слов такой рассказ, который передавался шепотом, надо сказать, что во время войны и во время немецкой оккупации каким-то образом Мария Павловна смогла заказать в Германии, в нацистской Германии, обои для чеховского дома. Точно такие фабрика отпечатала немецкая, какие были, я не помню, в кабинете или в гостиной у Чехова. Она не могла этого добиться перед войной у нас. А вдруг во время оккупации с помощью немцев она получила эти обои. Факт почти шокирующий, непонятный абсолютно. Если бы за этим не стояла какая-то необыкновенная история. Сейчас она начинает как бы чуть-чуть проясняться, выплывать перед нами. Это история связанная с фигурой, очень любопытной фигурой Ольги Константиновны Чеховой, родственницы Антона Павловича. Ольга Чехова была женой нашего замечательного артиста Михаила Чехова. В 20-м году она эмигрировала в Германию и стала в 30-е годы знаменитейшей кинозвездой, актрисой, которой страшно увлекались. Это была кинозвезда немецкого кино, но были времена уже, так сказать, предфашистские, уже времена Третьего Райха. И Ольга Чехова, очень популярная киноактриса, вошла в круг, высший круг немецкого общества той поры. И стала знакомой Геббельса, Гитлера, Геринга, и у нее стояла фотография, подписанная Гитлером. И вот в Германии уже после войны появились сообщения о том, что Ольга Чехова была советской разведчице, которая в 45-м году была приглашена в Москву, и ей будто бы был даже вручен орден Ленина. В этой истории много загадочного. Я знал ее довольно давно от Евгения Михайловны Чеховой. Была такая последняя, можно сказать, из Чеховых. Очаровательная старушка, еще недавно она была жива. вообще говорить о чеховской семье всегда приятно, и я, если немножко уйду в сторону, не осудите меня, потому что по Евгению Михайловне, кстати, сказать, можно было кое о чем догадаться в Антоне Павловиче. Это был особый стиль общения с людьми. Чеховы были люди внешне очень суровые, строгие, не заискивающие абсолютно, даже так не улыбающиеся каждому первому встречному, но очень доброжелательные и необыкновенно теплые. Евгения Михайловна таким именно человеком и была. Она вокруг себя собирала, всех, кто занимался чехом, актеров, которые играли чехом, очень любила Олега Ефремова Смоктуновского. Мы все собирались у него в доме. кстати, сказать, если вы помните, что в спектакле «Три сестры» на именинах Ирины гости едят пирог. Так вот, многие годы Евгения Михайловна пекла пирог к спектаклям художественного театра, чтобы актеры не муляжами занимались, а пекли и ели на сцене ее чеховский пирог. Ну и вообще она была гостеприимна, необыкновенная. И, кстати, одна подробность такая у меня от нее осталась. Как-то пришли мы к ней в гости и обнаружили у каждого из приборов столовых вот такую вот кошку. Она делала такие кошки для каждого из гостей. И каждому разное. У нее какое-то было необыкновенное искусство и желание удивить каким-то сюрпризом, забавным, какой-нибудь смешной подробностью. Так вот, Евгения Михайловна Чехова перевела книгу Ольги Константиновны Чеховой, вышедшую в Германии уже в 70-е годы. Из этой книги многое можно любопытное узнать. К сожалению, нельзя узнать о главном, что нас интересует. В самом ли деле такова была история Ольги Чеховой. Но, кстати, сказать, рассказывает она о своем детстве, рассказывает о том, как детской памятью она помнит Антона Павловича. Он приходил к больному ее брату Лео. Лео был болен, по-видимому, костным туберкулезом, лежал в корсете, на вытяжении, в кроватке. И Чехов, внимательно, значит, склонившись над ним или севши на стул его постели, показывал ему игрушку, маленький граммофончик. И вот девочкой Ольга запомнила, как он как-то поднял дух и развлек этого больного брата, кроме того, что он его и лечил. Так, в этой книге Ольги Чеховой, в которой многое рассказано о Чехове, но, пожалуй, не меньше, из-за ее собственной судьбы и скрыто. Во всяком случае, совершенно непонятен, если не иметь в виду той версии, о которой я рассказал, такой эпизод. Ольга Чехова, которая в Германии получила звание государственной актрисы, это было почетное звание, вроде, видимо, народного артиста в гитлеровской Германии, вот эта государственная актриса, вращавшаяся в верхах Райха, вдруг в 45-м году, в мае, приглашается нашими офицерами в самолет. Самолет этот летит в Москву в мае 45-го года. И дальше Ольга Чехова рассказывает поразительную вещь. Ее не привозят, предположим, на Лубянку, как можно было бы ожидать, и так далее, а ее поселяют в какой-то частной квартире, где она живет у симпатичной женщины, предоставившей ей три комнаты, у женщины двое детей, сама она в основном на кухне пропадает. И Ольга Чехова живет в этой квартире в Москве в 45-м году почти три месяца. Время от времени приходят какие-то вежливые, внимательные офицеры, которые ведут с ней разговоры о Гитлере, о Бормане, о Геринге, о Геббельсе, которых она хорошо знала. Она им с охотой это рассказывает. Они также симпатично уходят, потом еще раз возвращаются, потом снова сажают ее в самолет и с полным почетом и вниманием возвращают в Германию, где, кстати сказать, она потом открывает знаменитейшую косметическую фирму и процветает до дня своей смерти в 1980-м году. История загадочная, к сожалению, пролить на нее дальше свет пока не удалось, но думаю, что скоро будут открываться наши секретные архивы, мы многое узнаем о том, о чем до недавнего времени нам никто не рассказывал, и тогда, может быть, и история Ольги Чеховой станет для всех более внятной и очевидной. Субтитры создавал DimaTorzok И за деньги русака немцы о французе Какое я вчера пьесу смотрел в театре Очень смешно Да ничего, наверное, нет смешного Ольга Волга А то, мы хотим играть, этот балл, если я и ты? Нет. Возвращайся! Возвращайся с твоей любовью! Ну, идем постарайтесь, идем. Ну, пойдемте. Идем. На моих глазах уходило поколение чеховских людей. Я еще, например, застал Ольгу Леонардовну к Неперчехову. И однажды, студентом будучи, мальчишкой, попал на вечер к ней, случайно совершенно, и слушал, как компания, небольшая компания артистов, которая там собралась, пела старинные романсы. И не скрою, что даже с Ольгой Леонардовной рюмочку-коньяку мы выпили в тот вечер. Я помню, например, Александра Леонидовича Вишневского. Это соученик Чехова по Таганрогской гимназии. Чехов писал ему как-то в письме. «Вы должны писать мне длинные письма, потому что вы мой земляк». Вот такое решительное заявление, неожиданное, парадоксальное. А я помню Александра Леонидовича Вишневского. Я был мальчиком, так случилось, что я жил в одном доме с ним. Он был старик, грузный, в большой шубе сидел на парапете этого дома на улице Немировича Данченко. И изредка я играл где-то рядом, но уже знал грамоти, мог читать. Он меня подзывал и просил прочесть газеты. Я помню, какие-то события советско-финской компании. Я ему вычитывал громко вслух. А в это время на противоположной стороне улицы Немировича Данченко проходил кто-нибудь из актеров МХАТ. Немирович Данченко тогда репетировал «Три сестры». И Вишневский относился к этому крайне ревниво. И говорил, поди, поди сюда, говорил он исполнителю роли Кулыгина Орлову. Ты играешь Кулыгина? Ага, хорошо. Потом появлялся кто-нибудь другой, скажем, Ливанов, который играл с Аленова. И он ему говорил, скажи, пожалуйста, как там Кулыгина играет Орлов? Ну уж, наверное, хуже меня. Вот какие-то остались такие обрывочки о людях этого поколения. Но если говорить в целом, я так скажу, это какой-то особый слой людей. Уже что-то исчезло. Мы уже по-другому движемся, по-другому разговариваем в других ритмах. Другие интонации у нас. Иногда и по-другому думаем, по-другому чувствуем. Лучше ли? Хуже ли? Не скажу сейчас определенно. Но думаю, что какие-то черты интеллигентности, понимания взаимного, доброжелательства и даже черты обихода интеллигентного, к сожалению, ушли из нашей жизни. Играть трех сестер, а рядом с нашей ложей, знакомые сидели рядом с этой ложей и потом передавали мне, что как Саняши Антон Павлович в четвертом акте улыбался очень, почти смеялся. В четвертом. Понятно. Я немножко обалдела. Думаю, что такое? Когда мы приехали домой, я говорю, Антон Павлович, что такое? Мне передавали, что ты смеялся в Рим четвертый акт. А он опять смеялся. Да ты же глупенькая. Ты пойми, ведь я смеялся, потому что очень хорошо сыграли. В гостях Ольги Леонардовны, актеры третьего поколения МХАТ. Ольга Леонардовна, а как вот перейти, вот этот очень сложный переход, после того, как убили барона, а Ирина говорит, надо работать. Как же здесь? Чтобы заглушить? Заглушить, да? Конечно. Наоборот, работать, работать. За что-то зацепиться. Зацепиться надо, 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 надо. Жить нельзя и так в настоящей жизни. Ну, уйду вся в работу. Какие слова-то там мне в небо сказали. После Маши, она говорит, надо работать. Завтра я поеду одна, буду учить в школе, всю свою жизнь отдам тем, кому она быть может. И вот рисует она, конечно. Да, в карте. Да, поеду одна, буду, как? Буду работать. Буду работать. И всю свою жизнь? И всю свою жизнь отдам тем, кому она быть может нужна. Кому она быть нужна. Вот в этом, в этом, в этом. Есть и Чеховская, и ее. 86 лет назад, вот в эти же январские дни, состоялась премьера Вишневого сада, на которой честовали Чехова, а Книпер Чехова играла роль Раневской. Жалко, что мы видим на кинопленке немолодую Книпер, какой она выходила на сцену в 1304 году. Сейчас ей здесь уже 80 лет. Ну и то, слава богу, что эта кинопленка сохранилась. Петя, вдумайтесь, будьте великодушны, хоть на кончике пальца. Пощадите вы меня. Я родилась здесь. Здесь жили мой отец и мать. Мой дед. Я люблю этот дом. Без Вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так надо продавать, ну, продавайте меня вместе с садом. Да, Ольга Леонардовна еще имела возможность расспросить автора о его героях. В одном из писем она спрашивала о роли Раневской. А ты сначала хотел сделать Раневскую угомонившейся, правда? А как ее трудно играть? Сколько надо легкости, изящества и умения? Чехов отвечал. Нет, я никогда не хотел сделать Раневскую угомонившуюся. Угомонить такую женщину может только одна смерть. Раневскую играть нетрудно. Надо только с самого начала верный тон взять. Надо придумать улыбку и манеру смеяться. Надо уметь одеться. Да ты все сумеешь. У Чехова надо было играть не роли, а создавать образы живых людей. Надо было не представлять, а жить. Жить полной атмосферой пьесы, своими взаимоотношениями. Быть вполне живым человеком. В нынешнем МХАТ, который только что получил имя Чехова, премьера Вишневого сада в постановке Олега Ефремова. Раневская, Тенекова. Отчего так долго не отравили, а? Что он делает там в городе, не понимая? Любою к ближним пламенея. Народ смиренью он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. У меня же предложитель языкантам чаю. Торги не состоялись, по всей вероятности. И музыканты пришли не кстати, да? И балмы затеяли не кстати, ну ничего. Нет пути назад, взросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Успокойтесь, не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде, прямо в глазах. Какое правде? Вы видите, где правда, где неправда. А я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите, голубчик, не потому ли, что вы молоды, Что вы просто не успели перестрадать ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите вперед, но не потому ли, что не ждете и не видите ничего страшного, Так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз. Вы смелее, вы честнее, вы глубже нас, да? Но вдумайтесь же, будьте же великодушны, хоть на кончике пальцев. Пощадите меня. Ведь я родилась здесь. Здесь жили мои отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вишнового сада я не понимаю своей жизни. Если уж так нужно продавать, но продавайте меня вместе с садом. Идет время, и Чехов поворачивается к нам то одной, то другой своей стороной. 80 лет назад вишневый сад Чехова играли совсем не так, как играли 50 лет спустя, А сегодня еще совсем иначе. Люди старших поколений иной раз идут теперь в театры, горячо восклицают, «Нет, это не Чехов». А люди молодые возражают им, да что вы, это и есть настоящий Чехов. Вероятно, правы и те, и другие, и каждая эпоха, каждое поколение ищут и находят близкой себе знакомой пьесы. И одна и та же роль, одна и та же сцена начинают звучать совсем разной мелодией в разном историческом воздухе. «Из Парижа, телеграмма». «Что мне делать, голубчик, что мне делать? Он же болен, он же несчастный, он одинок. И кто там последит за ним, кто, ну кто? Кто удержит его от ошибок? Да кто даст ему вовремя лекарства? Да что ж там скрывать, или молчать? Я люблю его, это ясно. Люблю, люблю. Это камень на моей шее. Я иду с ним на дно, А я люблю этот камень. И жить без него не могу. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза. Постановка Питера Брука, Раневская, Наташа Парри. Вы видите, где правда и где неправда. А я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите, и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших глаз. Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны, хоть на кончике пальца. Пощадите меня. Я родилась здесь. Здесь жили мои отец и мать, мой дед. Я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. И если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом. Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек. Вишневый сад Джорджа Стреллера. Раневская Валентина Кортеза. Очень у меня усердно, и мне свое дело с улицами. Все лето не давала покоя ни мне, ни Али. Боялась, как бы у нас роман не вышел. Какой я делал. И к тому же я вида не подавал. Я так далеко от пустости. Мы выше любви. А я вот должна быть ниже любви. А почему нет, Леонида? Только бы знать, проданное имение или нет. Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что я даже как-то не знаю, что думать. Тереться. Я могу сейчас крикнуть. Могу глупо сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь. Павла, Павла! Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя. Надо хоть раз жизни взглянуть правде прямо в глаза. Правда? Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда. А я точно потеряла зрение. Ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы. Но скажите, голубчик, вы потравили то, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса. Вы смело смотрите вперед. Не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Да, да. Вы смелее, честнее, глубже нас. Но вдумайтесь. Будьте великодушны. Хоть на кончике пальца. Пощадите меня. Да, но я немного больше генероза. Я не знаю. Ведь я родилась здесь. Здесь жили отец и мать. Мой дед. И я люблю этот дом. Без вишневого сада я не понимаю своей жизни. Если уж так нужно продавать, то продавайте меня вместе с садом. Ведь мой сын утонул здесь. Пожалейте меня, хороший, добрый человек. Вы знаете, я сочувствую вам всей душой. Но надо иначе, иначе это сказать. Мне сегодня тяжело на душе. Вы не можете себе представить. Здесь мне шумно. Дрожит душа от каждого звука. Я вся дрожу. А уйти к себе не могу. Мне одной в тишине страшно. Мне страшно одно. Петя, не осуждайте меня, Петя. Я вас люблю, как родную. Я охотно отдала бы за вас, Аню. Клянусь вам. Только, голубчик, надо же учиться. Надо курс научить. Вы ничего не делаете. Только судьба бросает вас место на место. Это так, это странно. Не правда ли? И надо что-то с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь. Смешно его. А я не желаю быть красавцем. Здесь в Мелихово всегда какое-то особое настроение. В любую пору года. Осенью, зимой, весной. Вот. Вот в такую зимнюю погоду. И все-таки тоже есть ощущение, что Чехов где-то присутствует. Я посмотрел, между прочим, по письмам чеховским. 19 января, то есть сегодняшний день, Чехов почти всегда в Мелихове. Он здесь. Он не в Москве, не в Петербурге. Он здесь 5 лет. Да, 5 лет этого сидения чеховского. Он здесь. Это сегодня крещение у нас. Большой праздник, кстати сказать. Вот есть такой закон какой-то, что дом человека, его комната, его одежда непонятным совершенно образом напоминают его самого. Человек как улитка строит дом по себе. Вообще здесь действительно, гуляя по этим дорожкам, многое вспоминается. И я хотел бы задать вам некоторые вопросы, но они будут не очень традиционные. Знаете, как у нас, когда коллеги и друзья из нескольких стран встречаются, спрашивают обычно так немножко высокопарно, какое значение Чехова, как вы мыслите себе мировую роль Чехова. А у меня вот, может быть, более конкретные какие-то вопросы. Вот Жан Бонамур, профессор Сарбонны. Жан, мне очень хотелось бы, чтобы вы ответили на такой вопрос. Ваш любимый чеховский герой. Кого вы любите из чеховских героев? Из героев чеховских? Ну, я, пожалуй, это как ни парадоксально, Иванова. Иванова? Да, самого беззащитного. Самого беззащитного. Спасибо. Румис Львовский, Варшавский университет. Мне кажется, что Мелихова я знал хорошо по литературе, по воспоминаниям. Но на самом деле это производит совершенно другую впечатление. А какое? Ну, это просто, знаете, как-то... Что-то такое свое, как будто. Поскольку я о Чехове писал биографию, вот сейчас вижу... Вы что-то узнаете? Вот, что-то узнаю. Этот фигель, который тут стоит. Джан Чинь-Юнь из Китая. Скажите, пожалуйста, Джан, что сейчас наиболее популярно в Китае из чеховских вещей? Можете назвать какую-то вещь, которую читают у вас? И читают, или смотрят на сцене? На сцене вишневый сад, три сестры, дядя Ваня. Да? И весь этот репертуар? Да. Он идет в Пекине? Да, в Пекине. Спасибо. Профессор Рольф Клюге, Федеративная республика Германия. Скажите, Рольф, какой герой чеховский вам более всего близок? Не близок, это трудный вопрос. Я сказал бы, как ни странно это излучить, Трофимов. Трофимов из Вишневого сада? Из Вишневого сада. Потому что он является таким идеалистическим и в то же самое время и жалким интеллигентом. Самый трудный вопрос, я, конечно, приберег для президента международного чеховского общества, профессора Джекса из Соединенных Штатов. Такого вопроса. Скажите, пожалуйста, что вот Чехов действительно, как вами воспринимается, как русский писатель или мировой? Я вам сказал, и русский, и мировой. Он именно мировой писатель, потому что он был глубоко русский писатель. Можно идти в универсал, но только через национальную, только через понимание... Национальных особенностей? Не только национальных, но он хорошо понимает жизнь теперь. И вот только через это можно проникнуть в универсалную. Спасибо, Роберт. Спасибо, дорогие коллеги. Пойдемте посмотрим еще усадьбу. Чехов был еще жив, когда Горький написал такие слова в рецензии на повесть в овраге. Когда умрет Чехов, умрет один из лучших друзей России. И Россия вся дрогнет от горя. И долго будет учиться понимать жизнь по его писаниям. Чехов умер в Баденвеллере, в Германии. Ольга Леонардовна Книпер везла его тело сначала в Петербург. На Варшавском вокзале никто не встретил их, мало кто знал. Пришли два-три литератора. И удивились, потому что тело Чехова везли в вагоне, на котором была надпись. Вагон для устриц. А вот уже в Москве их ждали толпы. Чехова провожала вся Москва. Подвезли его к художественному театру, как тогда было принято. А потом по Волхонке, по Девичьему полю, в Новодевичий монастырь. Вот сюда. Мы здесь на том самом месте, где был похоронен Антон Павлович Чехов в 1904 году. Но здесь нет сейчас ни могилы, ни памятника. В 1927 году кладбище это было реконструировано. Могила Чехова и памятник его были переведены в другое место. В конце 20-х годов могила Чехова была перенесена сюда, на новую территорию кладбища Новодевичева. И Чехов остался лежать здесь, среди могил актеров художественного театра, писателей. Здесь неподалеку могила Гоголя, которая также когда-то была в другом месте, в Даниловом монастыре. Здесь же похоронен и Михаил Булгаков. Как бы и прошлая русская литература, и ее будущее по отношению к Чехову в этом месте сошлись воедино. Увы, памятник Чехову сейчас не в лучшем состоянии. И не напоминает то, что было когда-то, когда он был воздвигнут на старой территории монастыря. Памятник этот сделал архитектор Бурайловский, как говорят, по мотивам архитектора Шехтеля. Камень этот, конечно, замечательный, но когда-то здесь эта икона с распятым крестом была вынесена немножко вперед. И здесь была лампадка, что-то вроде слюдяного фонарика, в котором всегда горел огонь. Сейчас и в камне там трещины пошли. И надо бы людям, которые любят Чехова, помнят его, и нашему фонду культуры, и нашим музеям чеховским, позаботиться об этом замечательном камне. Но о камне я хотел еще рассказать особо. Дело в том, что приходилось мне читать описание этого камня, когда он еще стоял там, на старой территории монастыря. И как-то люди воспринимали его совершенно по-разному. Некоторые говорят, вот здесь вот этот камень отражает мотивы северной архитектуры. Он напоминает какой-то заброшенный скит, часовинку в заброшенном ските. А некоторые говорят, вот три здесь такие маковки острые. Это тоже что-то такое от северной архитектуры. А вместе с тем три маковки, три сестры. Много разных суждений. Одно из них и такое. Кто-то увидел памятник так, из каких ближайших потомков Чехова. Серый камень, серый могильный камень, какой стоял в степи. Старый могильник. Над ним века прошумели. И вот он один где-то на большой степной дороге стоит. Такие ассоциации приходили. Конечно, навеянные Чеховской поясью степь. И рассказом счастья, наверное. Но не могу не рассказать и о том, что является, возможно, легендой. Но что я сам когда-то слышал, и это не идет у меня из памяти. Вот здесь, молодым человеком, как-то гуляя по аллейкам Новодевичьего кладбища, я подошел к памятнику Антона Павловича и услышал, как какой-то старичок, мне совершенно неизвестный, рассказывал двум или трем людям такую историю, подтверждение которой я не нахожу ни в одной книге. Но запомнилась и врезалась она мне навсегда. Он говорил о том, что Чехов увидел форму вот таких вот памятников на Сахалине, когда он был в своем знаменитом путешествии на этот остров ссыльных, каторжных. Он увидел там вот эти бедственные знаки, очень скромные такие памятники погибших ссыльнопоселенцев. И где-то это то ли зарисовал, то ли как-то запомнил, а потом показал своему приятелю, архитектору Шехтелю. Не без мысли о том, что такая же скромная могила, такой же скромный памятник должен быть и у него. И вот теперь, стой рядом с ним, вспоминаешь все эти истории и думаешь о том, что лучший памятник Чехову, конечно, его книги. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ